Ихи. Мы все запомнили эти символы эпохи. Вишневые девятки, шестисотые мерседесы, быки в кожаных куртках и авторитеты в малиновых пиджаках с ремнями Версачи. В конце 80-х развал всех систем власти СССР привел к вакууму такого масштаба, который никто не смог заполнить, кроме представителей криминального мира. Описанная еще Солженицыным в архипелаг ГУЛАГ формула «Умри ты сегодня, а я завтра» очень удачно легла на волну того времени. Бывший участник одной из крупных московских группировок Михаил Орский, который сейчас называет себя конфликтологом, вспоминает, почему тысячи молодых людей по всей стране тогда выбирали именно этот путь, жестокий и беспощадный. Традиционный преступный мир составил только небольшую толику этой волны, а львиную долю составили спортсмены, которые отлученные от госфинансирования и отлученные просто от мест, потому что там я не буду говорить за всю страну, но мы же все прекрасно знаем, что было в Лужниках, что было в ЦСКА. Везде открыли рынки. На стадионах открыли рынки. Никаких зарплат, никакого финансирования у детско-юношеских спортивных секций, школ не осталось. Эти люди оказались выброшены за борт. Спортсмены второго эшелона, кандидаты, мастера спорта. Ну, достаточно вспомнить о Тарик Вантришвили. Но он особых вершин, допустим, в спорте не достиг. Стал виднейшим представителем организованной преступности в России. Субтитры создавал DimaTorzok